Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Все службы Сочи переведены на усиленный режим работы. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Повышение стипендий, отслеживание ОСАГО с помощью камер и создание наследственного фонда – все это новшества, которые ждут россиян с 1 сентября. Перестрелка, борьба и освобождение заложников. Бойцы спецназа провели показательные выступления в Сочи. Участники «Новой волны» отправили по всему миру уникальные письма. И речь здесь не о содержании. Все службы Сочи переведены на усиленный режим работы. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Действия оперативных служб обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня и завтра на курорте ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. Возрастает риск схода селий в горной зоне. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города в связи с плохим прогнозом погоды. Воздержаться от дальних поездок. Только в крайних необходимых случаях использовать личный транспорт, потому что возможна дорога, в том числе подтопление. Свернуть туристическую деятельность на маршрутах, вернуться в базы, быть аккуратными на пляжных территориях в связи с возможным формированием смерчи. Лучше отдохните в это время дома. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. Президент России проведет 1 сентября в Сочи. Сначала глава государства проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который приедет с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны межправительственные документы. Затем Владимир Путин посетит образовательный центр «Сириус». Встретится с победителями международных олимпиад и их наставниками. Кроме того, президент понаблюдает за деятельностью научно-технических лабораторий и проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Новоселье у учеников на хуторе Ленина в Краснодаре. Школа на тысячу мест откроет двери 1 сентября. На предпремьерный показ приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он проверил готовность образовательного учреждения и дал свою оценку новым классам. Там уже все готово к первому звонку. Подробности у наших краснодарских коллег. Ваня Угаров пришел освоиться в новом классе. Выбрать место поближе к доске. Это один из тех первоклассников, которым повезло стать учеником новой школы в хуторе Ленина. Всего здесь будут заниматься больше 1700 детей. Светлые большие классы, интерактивное оборудование. Здесь есть все, чтобы познавать мир. Старшее поколение, конечно, с ностальгией вспоминает старое здание школы. Но она была намного меньше. Своего спортзала там не было. Да и переходить из кабинета в кабинет приходилось через улицу. Как мама первоклассника, с огромным-огромным нетерпением, ждем открытия школы. И очень рады безумно такому вот торжественному мероприятию. Ванюша, тебе нравится такая школа? Большая, красивая? С удовольствием пойдешь в первый класс? Сейчас в школе наводят лоск перед первым сентября. Остались последние штрихи. Все это мелочи по сравнению с тем, какая работа здесь была проделана. Старое здание перестало справляться с нагрузкой. В хутор активно начали переезжать новые жители. Поэтому строительство современной школы стало приоритетной задачей властей. Чтобы ее решить, потребовалось 5 лет и почти миллиард рублей краевых средств. Сегодня преподаватели обживаются в новых классах, наполняют кабинеты тематическими макетами. Вот это новое здание, вот эта новая школа, вот такая красавица, такая огромная, с таким замечательным методическим и техническим наполнением, ну вы знаете, ну это мечта. Это мечта вот как и для нас, учителей, так и для родителей, для детей, конечно, в первую очередь. Плоды без малого многолетнего строительства сегодня показывают губернатору края Вениамину Кондратьеву. Преподаватели делятся переживаниями, а они с трепетом ждут 1 сентября. В этот день во всех школах Кубани пройдет урок мужества. На интерактивных досках уже подготовили материал для занятия. Детям расскажут о героическом прошлом и победе советской армии в Великой Отечественной войне. Губернатор отмечает, строительство школы тоже своего рода победа. Чтобы решить проблемы перенаселенности, школ на Кубани должно появляться как можно больше подобных учебных заведений. Очень долго мы ждали школу, ждали такие светлые классы, красивую мебель. Это ваша доска интерактивная? Да, это интерактивная доска, уже все готово к уроку мужества. Наши деды, наши прадеды воевали. Для нас это очень важно, и мы готовимся. Коллеги, знаете, вот и победа, она тоже не сразу далась. И вот этот урок мужества, который будет, явно будет говорить детям о том, что слишком много отданных жизней советского народа. Но победа стала за нами. Вот и школу мы сегодня строим, и тоже не сразу, конечно, мы их построим. Но верить, как наши деды верили, что они победят, они даже не сомневались. И мы должны верить, что вот такие современные школы в скором будущем будут, конечно, во всей нашей Кубани. Учеников будут развивать не только духовно, но и физически. Теперь здесь есть все условия, чтобы ковать спортивные победы. Уроки физкультуры теперь будут проходить в трех спортивных залах. Просторное помещение для массовых игр – баскетбол, волейбол и гандбол. В гимназическом классе будет работать секция по самбо и другим единоборствам. Кроме того, особая изюминка школы – свой тренажерный зал. Преподаватели делятся, что часто будут здесь задерживаться после работы. У нас хорошие спортивные залы и очень такая насыщенная материально-спортивная база. У нас шикарный гимнастический зал, покрытие которого вы сами видите, татами. Такого, как у нас, покрытия совершенно мало. Насколько я знаю, наверное, всего 4-5 школ имеют такое покрытие, как у нас. Школы с такой начинкой не должны быть исключением, акцентирует Вениамин Кондратьев. В Краевой столице об этом не забывают ни на секунду. Уж очень остро стоит проблема перенаселения учебных заведений. Глава Краснодара отчитывается, планку снижать не собираются. Темпы строительства планируют только увеличивать. Это у нас начало такой большой работы, слаженной работы. Мы посмотрели в губернском школу полторы тысячи мест, отличная школа. Сейчас в Кутре Ленина. И вот следующий год, это тоже год прорыва будет. Задачу вашу будем выполнять, потому что у нас герои Фаверкиева 1500 мест, Байбакова 1500 мест. Дальше переходим на западный обход. Две школы по 1100 мест. Две пристройки, это 23-я гимназия. Даже не пристройка, это современнейший корпус у нас появится. Это сербская и 81-я. Это такой огромный старт, потому что, конечно же, потребность огромная в школах в городе Краснодаре. Но тот старт, тот задел, который мы сейчас взяли, позволяет говорить с уверенностью, что планы, которые мы поставили, вы перед нами поставили, они будут выполнены. 5800 мест в следующем году мы вводим. Ильич, я абсолютно здесь поддерживаю все ваши сегодня действия. Еще один предмет для гордости в 61-й школе – это два класса технологий. На уроках труда мальчики больше не работают лобзиками. В их распоряжении целый парк разнообразных станков для обработки дерева и металла. В кабинете установлен токарно-винторезный станок, на котором можно обрабатывать металл, изготавливать цилиндрические детали, нарезать резьбу, снимать фаски. Кабинет труда больше напоминает лабораторию. Там, где скоро будут лететь опилки и стружки, установлены специальные вытяжки. Кабинет по стерильности теперь будет уступать разве что медицинскому кабинету. У каждого ученика отдельное место со всем необходимым оборудованием. Вениамин Кондратьев уверен, в таких условиях легко приучить ребенка к ручному труду. Рабочая профессия – это вечная. Мы сегодня ее недосуженно забываем, не понимая, что она фундамент фундамента всей нашей жизни. Основа рабочей специальности, рабочей профессии будет заложена в школе. И возможность у вас для этого сегодня есть. Губернатору показывают и актовый зал. Здесь будут проходить все массовые праздники. Директор школы делится задумкой. К сцене ведут несколько ступеней. Это сделано специально, чтобы мог выступить большой хор детей. Мы говорим о гармоничной личности, что она должна быть. Но мы должны в первую очередь давать себе отчет и понимать, что мы ее должны создавать. Наши сегодня и детки, которые должны стать достойными гражданами и нашей страны, и жителями нашего края. Вот здесь те условия, о которых еще вчера мы могли только мечтать. Такой актовый зал. Это дворец культуры раньше был. К сохранению культуры и традиции здесь подходят с особым трепетом. В этом году школа, еще будучи в старом здании, стала победителем всероссийского конкурса смотра на лучшие казачьи классы. Почти 30 классов казачьей направленности будет организовано и в этом году. Это уже вторая школа в Краснодаре, которая открылась на этой неделе. В целом же на Кубани в этом и следующем году на строительство школ и детских садов направят почти 6 миллиардов рублей. Регион планирует участвовать и в федеральных программах, поэтому сумма может увеличиться. В 2018-м 10 новых школ примут учеников. В 2019-м запланирована реконструкция строительства еще девяти. Такими темпами в регионе планируют полностью уйти от второй смены обучения. Инна Чайко, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар. Спортивные залы во все школы. Вениамин Кондратьев потребовал ускорить строительство помещений для занятий физкультурой. На Кубани осталось 12 образовательных учреждений, где нет собственных спортивных залов. Детям приходится искать другие места для уроков. Об одной из таких проблем в Санице Новомышастовской губернатору на приеме граждан рассказал житель Красноармейского района Алексей Косач. Вы на уроке физкультуры из обычной школы ходите в детскую, юношкую спортивную школу. Коллеги, я думаю, что это на самом деле должно остаться в далеком прошлом. Спортивные залы однозначно должны в школах были появиться. Алексей Леонидович поднимает проблему, что касается Новомышастовской школы. А я сквозь его обращение вижу проблему других школ, где тоже такая же подобная проблема, где идет спортзал. В этом году по вашему поручению 120 миллионов выделено, в том числе прошел отбор и этот район. В этой школе учится 750 человек. Эта проблема будет решена 13 сентября. При всем нашем плане графики они должны начать строить. По всем тех паспортам в 3-4 месяца строится спортзал. Максим Иванович, вот это возьмите на контроль, чтобы в следующем году, просто в ручном режиме проверьте, все 12 школ, в которых не было никогда спортивных залов, чтобы они там были. И крайний срок исполнения – это ноябрь следующего года. В этом году уже приступили к строительству спортзалов в трех школах. В Белореченске и Станицах Ленинградская и Анапская. Кроме этого, выделено более 124 миллионов рублей на капитальный ремонт спортивных залов в 35 образовательных учреждениях. В Сочинской школе откроют специальный класс для девочек. Экспериментальный пиотел появится в 15-й гимназии. В него отбирали выпускницы начальной школы по итогам федеральных и краевых проверочных работ. Помимо общеобразовательных предметов, девочки будут изучать международный этикет, а также три иностранных языка. Английский, немецкий, а в седьмом классе добавятся еще и китайский. В этом классе, отметила директор гимназии, будут воспитывать в девочках лидеров, успешных леди. Планируется, что в ходе обучения школьницы будут встречаться и общаться с известными людьми. Девочки будут носить отличительную форму – темно-синий сарафан и бирюзовый шейный платок. В будущем планируется открытие подобного класса для мальчиков. Повышение стипендий, отслеживание ОСАГО с помощью камер и возможность создать наследственный фонд – все это новшества, которые ждут россиян с 1 сентября, сообщают Известия. У всех российских студентов с началом учебного года увеличатся стипендии, правда, лишь на 4%. Но и это неплохо, ведь сумма выплат не менялась с 2014 года. Также с начала осени получить потребительский кредит, скорее всего, станет сложнее. Центробанк должен увеличить коэффициент рисков. В первую очередь это коснется банков, но в результате, вероятно, вырастут ставки по кредитам. А сами финансовые организации теперь будут строже оценивать заемщиков. С 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут отслеживать отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям, уличенным в отсутствии страховки, грозит штраф 800 рублей. Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не чаще одного раза в день. Одновременно подорожает и сам полис автострахования. Средняя стоимость вырастет с текущих 5800 до 7000 рублей. Сложнее станет и сама система почетов. Теперь вводится целых 50 категорий, по которым водители распределяют в зависимости от возраста и стажа. До сих пор их было 5. Кстати, отслеживать камеры с начала осени будут и отсутствие техосмотра. Штрафы за это нарушение вырастут до 2000 рублей. С 1 сентября у россиян появится возможность создавать наследственные фонды. В этом случае после смерти завещателя будет создан некоммерческий фонд, который распределит оставшееся имущество в соответствии с пожеланиями умершего. Одно из главных его отличий от действующей системы. В этом случае наследники могут начать распоряжаться наследством, не дожидаясь истечения шести месяцев. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 1 сентября в Сочи переменная облачность. Ночью плюс 21, плюс 23, днем 29, 31 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. В сельских округах курорта наводят порядок в использовании технической воды. В Сочи впервые утвержден тариф на воду из открытых источников. Он составил 23 рубля. Первые абоненты водоканала с новым тарифом появились в ауле Большой Кичмай. Там еще месяц назад все за ту же техническую воду приходилось платить втрое больше. На что еще могут рассчитывать селяне? Об этом наш следующий материал. Эта вода из крана до сегодняшнего дня была золотой для жителей аула Большой Кичмай. Роза Кудаева – одна из тех, кто многие годы добивалась наведения порядка с водой. Водозабор когда-то построили своими силами. Потом передали сеть муниципалитету, но обслуживанием так никто и не занимался. При этом за один кубометр воды приходилось платить около 60 рублей. С приходом МУП «Водоканал» платить кичмайцы будут в три раза меньше. Конечно, 60 рублей и 23 рубля – это две большие разницы. Спасибо, что кто-то додумался людям облегчить плату и услышать. Но я думаю, что впредь уже будут во внимание возьмут и будут обслуживать, чтобы чистая вода, чтобы здоровая вода была и люди могли довольствоваться. Сегодня жители получают абонентские книжки. 23 рубля – 34 копейки за кубометр воды. Именно такой тариф утвердили на техническую воду в сельских поселениях. В наследство МУП «Водоканалу» достали сети не в лучшем состоянии. А вода, которая по ним подается в дома людям – техническая. То есть из открытых источников – ручьев, рек или скважин. Не прошедшие обработки. Это большая часть города Сочи, Большого Сочи. То есть по этому перечню, опять же, мы сейчас составили графики совместно с главами администрации в этих селах. Будем обследовать и потихоньку заходить на вот эти села, которые есть с перечнями. Жители сельских округов, к слову, прекрасно понимают, что от сотрудничества с МУП «Водоканал» будет только польза. Во-первых, водопровод наконец-то обрел управленца. И в случае поломки можно будет рассчитывать на помощь. А во-вторых, техническая вода, если абоненты выразят такое желание, в течение нескольких лет будет доведена до качества питьевой. Для того, чтобы эту воду перевести в питьевую, по закону, в том числе и у нас, и у города есть три года. В течение трех лет, по идее, мы должны перевести эту техническую воду в питьевую. Специалисты МУП «Водоканал» продолжают обследовать водопроводные сети сельских округов и встречаться с жителями. Вместе они определяют план действий по восстановлению проблемных участков, а главное – улучшение качества воды. Захват преступников и бой с холодным оружием. Бойцы спецназа в честь 17-летия учебного центра «Красная Поляна» провели показательные выступления. Межрегиональный центр подготовки спецназа расположен в селе Пластунка. Но 17 лет назад он был создан в Красной Поляне. Отсюда и название. Создал же его, а потом и руководил целых 9 лет нынешний глава Краснополянского округа, полковник в отставке Валерий Кокарев. «Центр, вы видите, занимается большой патриотической работой. То есть всегда 23 февраля командиры, переняв мою инициативу, продолжают ее. Основная задача – это, конечно, наша молодежь. Что они должны видеть, что не просто в фильмах какой-то там «Рэмбо» бегает или «Лунгрен» что-то там показывает, что у нас ребята гораздо сильнее, гораздо мощнее. И вот мы это все показываем. И многие ребята подходят, дергают за рукав, говорят, а как вам поступить? Поздравить учебный центр по подготовке спецназовцев пришли и коллеги, и представители мэрии. Руководству спецназа – поздравительные письма, сотрудникам – очередные звания. Помимо официальных слов прозвучала сегодня и молитва о здравии бойцов и об упокоении тех, кто отдал жизнь за мир. Еще одна традиция центра, где обучают бойцов со всей страны – это показательные выступления. Приглашенные юные сочинцы, они же воспитанники патриотических клубов, впервые увидели спецназовцев в деле. Перестрелка, борьба, освобождение заложников, задержание террориста. Гостям учебного центра продемонстрировали самые разные ситуации, в которых приходится участвовать бойцам. Сейчас в подготовку в сочинском спецназе проходят отряды «Торнадо», «Гроза», «Гриф» и «Зубр». Бойцы приехали в Сочи за повышением квалификаций из Брянской, Костромской, Тульской и Псковской областей. Разные какие-то ситуации отрабатываются. Дома тоже, конечно, мы что-то делаем, другие варианты какие-то, а здесь какие-то новые вводятся. Здесь в плане выходов хорошо, местность такая, не как у нас дома. Тяжелые такие подъемы, всякие спуски. Это были отработка боевых приемов, борьбы, рукопашного боя при встрече с противником. Я пошел по стопам отца, он у меня проработал тоже в погонах. Я захотел тоже защищать людей, закон. Потому что это работа для мужчин, мне кажется, это очень здорово. Пускай каждый делает свое дело, и все будет нормально. Настрой отличный, Россия победит. Это и есть образ современного защитника, говорят наставники. Ведь защищать родину можно не только на рубежах. И мастерство, полученное в Сочинском учебном центре спецназа, этим бойцам придется проявлять в любой точке страны. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В новой волне посвятили почтовую марку. В преддверии открытия международного конкурса молодых исполнителей в почтовое обращение вышла марка с изображением сочинского морпорта и логотипа конкурса. Сегодня прошла церемония огошения почтовой марки. В ней приняли участие и конкурсанты. Они смогли отправить свои письма с уникальной маркой по всему миру. Расскажет Ольга Десятого. 400 тысяч экземпляров таков тираж марки, выпущенной в честь новой волны. Дополнительно к ней издан и конверт первого дня, а еще изготовлены штемпели спецгашения с логотипом международного конкурса. Кстати, эта традиция была заложена еще в 2004 году, когда конкурс проходил в Юрмале. Несколько лет нам удавалось выпускать почтовую открытку, но в этом году мы все-таки выпускаем почтовую марку. Поэтому нам повезло, почтовая марка новой волны, это уникальное событие. Сегодня прошла торжественная церемония памятного огошения почтовой марки. На ней изображен один из главных символов морского города – сочинский морпорт и логотип новой волны. Ну а конкурсанты сегодня первыми отправили из Сочи открытки с уникальной почтовой маркой. Письма с побережья разлетятся по всему миру. В этом году участников конкурса 16, и они представляют 11 стран. Победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк, выступающая на волне за Россию, отправила письмо самому близкому человеку. Я сначала писала абстрактную открытку, просто хотела кому-то отправить, просто вообще в никуда, чтобы тот человек, который получил, он улыбнулся, может быть. Но когда мне сказали писать индекс определенный, я решила, наверное, как все, написать своей маме открытку. Ну а после церемонии организаторы и участники своими руками изготовили барельеф конкурса. Свою лепту внес каждый. Мэр Сочи Анатолий Пахомов, например, вылепил штурвал. Я думаю, что это тоже символ нашего города, потому что морское пароходство у нас тоже было очень сильно развито. И сейчас мы находимся на том подъеме. Но новая волна – это самое лучшее, что может быть сегодня для молодых исполнителей. Отсюда начинается их звездный путь, и отсюда начинается их счастье, их успех. Слепленный барельеф будет отлит в бронзе. В завершении конкурса он будет установлен рядом с барельефами прошлых лет на улице Несебрской. Ну а на Новогинской уже также по традиции появятся звезды с именами всех финалистов новой волны 2018. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня последний день лета. В Сочи оно выдалось необычайно жарким. Время отпусков, курортных романов, поступлений в вузы – все это лето. Каким оно стало для сочинцевых гостей курорта, мы узнали на улицах города. В Сочи всегда солнечный гостеприимный город. Здесь всегда хорошо отдыхалось каждое лето. Сюда мы раньше приезжали просто отдыхать, а потом решили переехать. Как-то так понравилось, решили остаться, и вот до сих пор здесь всей семьей. Поездка в Грузию заполнилась. Солнечная Грузия, очень красиво отдохнули. Я второй год в Сочи, и уже считаю себя местной, потому что на море было всего раз пять. Очень много работы, чему я тоже рада. Мы еще выбираемся в горы, ходим в походы. Были и на Ореховских водопадах, и сходили в Салухаул, на Дальмены поднимались. Это же здорово. Да, замечательно. Здесь очень много, куда можно съездить, ходить, на поляну съездить, если устали от жары. Шикарное лето, хорошее лето. Хорошо отдыхается, все хорошо. Лето 2018 года для нас, наверное, самое лучшее лето в нашей жизни. Я закрыла хорошо сессию здесь, развиваю свое дело. Вот чем заполнилась. А лето на Сочи всегда круглогодично, поэтому оно у нас не заканчивается. Сочи присоединился к общероссийской акции «Флористы детям». В салоне «Море цветов» на Гагарина состоялся благотворительный мастер-класс «Букет учителю своими руками». Акция «Флористы детям» проходит во многих городах России. Уфа, Иркутск, Пермь, Нижний Тагил. В Сочи не остался в стране. На мастер-класс были приглашены дети с родителями из многодетных малообеспеченных семей. Егор Ахметов пришел в салон вместе с мамой. Он переходит в пятый класс, и у него теперь будет много учителей. Я делаю букет для учителя Юлии Александровны. «Была у нас учителем английского языка в началке, поэтому нам очень повезло. Теперь она наш классный руководитель. Очень хочется ее порадовать». «Мы предлагаем вам одну высокую веточку асты, прикладываем с той стороны, где у нас нету точка. А все остальные мы прикладываем ниже. Вот так вот». Флористы салона учили детей, как правильно составлять букеты. Основа флористики для начинающих преподавать здесь стала традицией. Именно салон «Море цветов» проводят в Сочи и детские мастер-классы, и взрослые. «Я сделала этот букет для моего классного руководителя. Ее зовут Нарина Саятовна. Она преподает уроки технологии и музыки. Я очень старалась, я думаю, что ей понравится». Дети остались довольны. Во-первых, они не пойдут 1 сентября в школу с пустыми руками. Во-вторых, цветочный подарок они сделали сами. «Когда мы смотрим на радостные лица ребят, которые приходят, берут в руки цветок и уходят уже с собой, неся букет или композицию, нам тоже радостно, потому что мы смогли сделать этот мир чуть ярче, чуть цветочнее, ну и подарить частичку своей радости, тепла и цветов всеми». В салоне прошли мастер-классы для нескольких групп школьников. Пройдут там и так называемые уроки для мужчин, которые будут учиться делать букет-бурж. Овощные и фруктовые композиции или ассорти из того и другого. Оценить новые направления флористики можно в салоне на «Гагарина 25» или на страничке в Инстаграм «Море цветов Сочи». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи провел семинар наставник Олимпийской сборной России по дзюдо. Эцио Гамба встретился с тренерами и педагогами детских садов из всех районов курорта. Были рассмотрены возрастные особенности развития детей, нюансы организации занятий с инвентарем и без него. После практических занятий на татами участники ответили на все интересующие вопросы. Помимо этого была презентована программа «Семейное дзюдо». Городская федерация дзюдо и самбо намерена внедрить в Сочи программу дзюдо в детских садах. Именно для работы со столь юными воспитанниками и обучают тренеров. Завтра день знаний. День волнительный и напряженный, особенно для родителей первоклассников. А вот 2 сентября можно позволить себе расслабиться и посмотреть фильм-концерт «Зеленый театр» в Зимфире. Он стал режиссерским дебютом Ринаты Литвиновой в музыкальном кино. РЕН-ТВ покажет его в 23.30. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Продолжение следует.